Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас здесь, в этом зале. Тема сегодняшней лекции «Как сохранить спокойствие в душе в реальности сегодняшнего дня». Пожалуйста, поприветствуйте, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Итак, мы поговорим сегодня, как достичь равновесия нашей жизненной силы внутренней. От состояния внутренней энергии человека зависит его. Счастье, гармония, успех. Насколько человек уравновешен, балансирован. И вот тем она касается сегодняшней как раз этого момента. А как же сохранить спокойствие в душе, это равновесие? При том, что в нашей жизни всегда будут какие-то события, которые выводят из равновесия наш ум, нашу жизненную силу приводит к беспокойству. И мы чувствуем некий такой хаос в уме, беспорядок. Не знаем, за что взяться. Правильно ли мы вообще действуем? Может быть, что-то нужно изменить? А что? И вот мы запутываемся. Запутываемся. Поэтому прежде всего, чтобы как бы вообще вести цивилизованную жизнь, необходимо достичь умиротворения, говорится в древних книгах. С мира начинается процесс путь к счастью. Сначала умиротворение, затем счастье. Сразу счастье недостижимо. Так же, как человек, если он хочет быть счастливым, сначала нужно быть здоров. Потом только приступить к деятельности и при помощи деятельности достичь счастья. Но чтобы быть здоровым, необходимо много соблюдать правил, предупреждающих болезни, здоровый образ жизни. Нужно иметь большие знания. И чтобы иметь большие знания, нужно управлять чувствами. А чтобы управлять чувствами, нужна дисциплина. А чтобы принять дисциплину, сначала нужно самодисциплина, согласиться с этим. А чтобы принять самодисциплину, нужно в кого-то верить, чтобы принять от него какие-то наставления. То есть, вот видите, целая цепь идет, как бы, последовательность. И все, с чего начать. И начинается с того, что мы должны найти источник нашего умиротворения, нашего смысла, как бы цели жизни. Обычно это какая-то личность, какой-то человек, успевающий в нашей жизни, или великая личность, или человек, достигший уже гармонии в душе, от которого исходит эта гармония, покой, знания, счастье. И вот при помощи вот этой уверенности, когда мы видим непосредственно такой пример, мы принимаем знания. Самодисциплина называется. Сейчас мы, как бы, неохотно принимаем знания. Только то, что нравится нам. А то, что не нравится, не принимаем. Не самодисциплина, этот вопрос вкуса. Сегодняшнее образование просто вкуса. Кем ты хочешь быть? Ну да, профессия нравится такая, такая не нравится. Тут нормально. Но, а я же не могу сказать, а я хочу быть негодяем, у меня такой вкус. Нет, ты не обязан не быть негодяем. Подожди, тут нравится, не нравится. Нет, нет, тут у тебя есть обязанность перед обществом. Если ты негодяй, ты оскорбишь все общество своей, своей жизнью, принесешь много бед людям. Ты обязан быть нормальным человеком. Это самодисциплина. И вот чтобы я мог принять вот такую концепцию хорошего человека, мне нужно это принять от хорошего человека. Если мне скажут негодяи, будь хорошим человеком, это меня обидит еще больше. И противопоставит мне эта личность. Видите, я не смогу принять дисциплину от такого человека. И если только он, конечно же, не имеет власти или силу физическую, чтобы именно надавить на меня, заставить меня, но счастье это не принесет. И покоя в душе тоже мы не обретем таким образом. То есть, именно путь к счастью и покою, он добровольный. Это наш добровольный выбор. Никак иначе нельзя обрести покой и счастье. И кто-то скажет, ну зачем покой? Наоборот, жизнь интересна, когда вот контрасты какие-то. Добро, зло, вот знаете, вот какая-то трамма разыгрывается. Счастье и несчастье чередуются. Вот, но это когда вы смотрите кино, интересно. А вот когда вы смотрите с каким-то персонажем, это уже не очень интересно. Видите, когда вы на себе переживаете какие-то проблемы, сложности, страдания этого мира, это не так уж оказывается и весело, и интересно. И так, чтобы не скучно жить, люди принимают какие-то развлечения, где есть именно страдания, какие-то кровь, там, драки, не знаю, и любят смотреть это все. Потому что это для них как игра, они жизнь превращают в игру. Но в итоге их ум становится обеспокоенным, как бы... Они извлекают чувственное наслаждение из того, что нельзя наслаждаться. Из страдания. Нельзя наслаждаться страданиями, даже в шутку говорится. То есть ум извращается. И тогда в уме равновесия не может быть установлено. Например, представьте, что вот если человек курит. Простой пример, казалось бы. А ведь проблема для ума. Серьезно. Может быть на долгие годы, на всю жизнь. И теперь, если вы бросаете курить, хотите. Вкус курю, а сохраняется в уме, остается. Вы боретесь со злом. Хорошо. Берете, побеждаете зло с силой. Вот так же. Кто меч поднимет, от плеча и погибает. Вы применяете око за око, зуб за зуб. Но когда вы это делаете, у вас может разлиться вкус к насилию. Что с этим делать? Вроде вы боролись за злом. И заразились с этим злом от этого же зла, как от инфекции. Общались с ним, потому что. Однажды пришло в одну тюрьму, и там начальник тюрьмы встречал нас. Показывал, как живут заключенные, чем они занимаются, и прочее, прочее, прочее. Я удивился одной вещи, что начальник тюрьмы по качеству, в точности, напоминал заключенных. Такой же жарбон, такие же грубые вещи, такой же характер, потому что общение такое. В точности, в точности копировал эти заключенные с ним, он так и разговаривал их языком. Он выработал это годами. Он стал таким же, как они. Вот что происходит. Извращенное наше представление. Если мы просто смотрим какие-то зрелища, где мы наслаждаемся страданиями, видите, что происходит? Мы заражаемся этим странным вкусом жизни. И потом, когда у человека уже появляется такой менталитет, такое настроение, возникает недоверие в обществе. Люди приступят доверять друг другу. Когда-то люди просто устроили дом и были спокойны. Все, в дом, в мой дом, в мое имущество. Все это знают. Я защищу. Потом поняли, недостаточно этого. В мой дом могут влезть в гору. Нужно дверь закрывать на ключ. Потому что недостаточно этого года, понимаете? Потому что дверь могут взломать. Я вам говорю, это история. Подумайте, что я еще жил в то время, когда дверь на ключ не закрывали. Я жил в городе, не в поселке. Мы дверь на ключ не закрывали, уходя. Просто дверь закрывали и уходили. Мы знали, мы защищены. Просто дом, люди не пойдут, они кто. Нет, ну, были там какие-то воровства. Ну, это чрезвычайное происшествие какое-то. Потом замки тоже мало. Я так делал. Я ключ закрывал на ключ, помню, ключ появился. И ключ под коврик, записку оставил на двери. Мама, ключ под коврик. Как вы не кто-то. Точно так. Мы чувствуем, что мы защищены уже этим замком, этой дверь, этим домом. Человек вот женился, вот моя жена, все законное. Он был защищен законом, что на жену никто не позарится. А сейчас что происходит? Мы не уверены, даже имея замки, дома, законную жену или мужа, что мы не потеряем это, что кто-то не отберет это у нас. Потому что ум-то извращенный. Мы видели это в кино, видели это в культуре. И вы говорили, о, как ужасно, как плохо. Но мы этим наслаждались, понимаете? Это проникнуло в нас, как инфекция. Таким образом мы потеряли покой. Вот чего? Мы неправильно наслаждаемся. Не умеем правильно наслаждаться. Сейчас необходимо вернуть покой. Нужно научиться правильно наслаждаться. Я усоверяю, если мы научимся правильно наслаждаться, покой к нам вернется. И вот это состояние покоя будет вас защищать. Ни замки, ни двери, ни какие-то законы, окружающие вас. А внутренняя ваша сила, уравновешенная сила. Есть примеры из Бурана. Я не могу сейчас, к сожалению, назвать какие-то современные примеры, хотя они есть. Они существуют. Но из Бурана есть пример одного великого царя. И его звали в Бритву Махараджу. Когда это было, не помню, это было очень давно. Не в нашу эпоху. Он управлял всем миром, это был император. То есть тогда была одна империя, описывается в Буранах. Когда-то не было вот этих государств, которые мы сейчас с вами создали, или наши предки создали это, мы поддерживаем это, созданное нашими предками. Россия, Казахстан, существует Украина, существует Европа, Австралия. Есть эти границы, вот сейчас эти законы, они вот таковы. В то время не было таких законов. Потому что весь мир признавал Бритву Махараджу. Почему? Он был сам умиротворённый в север. Его невозможно было бы вывести из равновесия. Говорится, что это описано в Багово, видите, что это и есть признак совершенства в человеке. Что не может вывести из равновесия ни жара, ни холод, ни поражения, ни победа, ни приобретения большого, ни потеря. Ни друг, ни враг. Он внутри уравновешен. Вот он достиг этого уровня. И когда к нему подходили враги, которые не принимали, были такие люди. Знаете, что им казалось, описывается там в Буранах? Даже когда они рядом стояли с ним, вот так. Им казалось, что когда его у протянуто, они до него так и дотянутся. Настолько он умиротворённый, что когда он был недосягаем. Это далёкий пример. Более близкий пример фараоны. То же самое описывается. Посмотрите, история описывается. То же самое. Такое равновесомие, такое величие, что людям казалось, что это какой-то был бог. Вот, какой-то качественный дебют. Если я открою эту книгу, тут 18-й главе описывается качество. Потрясающе качество, если их развить. Я понимаю, что качество развить трудная задача. Их легче потерять. Это мы знаем, что это легко, можно скатиться внизу. Вот как? Разведите качество. Мы говорим, без живой личности это очень сложно. Шамо, дамо, топа, шаучам. Шамо, это первое качество цивилизованного человека, Брамана. Это умиротворение. А потом следующее. Дама. Самообуздание. Вы владеете собой. Это не одно и то же. Умиротворение, значит удовлетворение внутри. Вот смотрите. У нас есть деньги, мы удовлетворены. Денег нет, мы удовлетворены. Погода хорошая, нам лучше. Погода плохая, нам хуже. Мы зависимы на каждом шагу. Нам кто-то сказал не впад, какое-то слово грубое. Мы обиделись на 2-3 дня, не можем забыть. И обсуждаем это с друзьями, как вот какие люди бывают вообще. Нам кто-то польстил, нам приятно. Смотрите, какие бы у него равновешенные все. Не так давно мне прислали ролик. Одно известное, очень известное в Америке. Она психолог, она тоже дает такие вот встречи, публичные лекции, она консультация. Она очень известный психолог, женщина, влиятельная. И ее спросили, какая сейчас главная проблема современного общества, как вы видите? Она говорит, я там сказала, очень хорошую вещь сказала, очень похожую на правду. Сейчас я думаю, что в этом сходятся все психологи мира ведущие. Что люди современные стали более уязвимы. Они становятся очень чувствительны к боли и наслаждению, к обидам и похвалам. Настолько сейчас сложно сказать прямую правду человеку, как он сразу обижается, как он травмируется. И как он ждет лезть и похвал, и уважение пощадить себе. Я сказала, это очень сложная задача сейчас. Какие-то консультации дать, вы как всего-то должны быть. Как же это сделать вообще? Это так же, как вот если человек весь на эти покрыт вот какими-то болезненными нарывами. И вы думаете, ну как его лечить? Не коснуться вообще. Вот куда ни коснешься, ему аааа, кричит больно. Нужно просто ползу усыпить его, чтобы он вообще сознание потерял. И только тогда можно что-то с ним делать. Вот до чего мы сейчас с вами доходим, видите? Что мы чувствительны к любой уже мелочи. Один мастер боевой искусства, генерал, в Украине, в Старой Украине еще с ним встречался. Он, у него ученики, мастер боевых искусств. Я спросил на боевых искусствах его, говорю, как вы владеете с этими вещами? Были у вас травмы какие-то серьезные? Он говорит, знаете, ведь я же все это жестко делал, я же не понимал, у меня не было учителя. Я жестко выполнял все эти правила. И говорит, нету мне ни одного сустава, ни выбитого на руках и ногах. И множество было переломов, растяжения. Говорит, я тренировался снова до головы. Я говорю, и как? Говорит, вот когда даже вас потом касаются, вы не можете терпеть. Это болезнь называется. Поймите, это болезнь, потому что, когда больному говорят, вот, на, поешь хорошие вещи. Не хочу их. Нет вкусов, нет аппетита. Не нравится мне. Что ты хочешь? Просто меня не трогать. Я просто полежу. Вот так мне хорошо. Не надо ни друзей, ни еды, ни сладостей, ничего. Не надо, ничего не хочу. Болезнь. Мы не хотим, мы отказываемся от истины, от правды. Мы хотим просто приятного, приятного, приятного. Пусть это ложь, но приятное. Пусть это плохая еда, не предписанная мне, но вкусная. Я и беру ее ел. Пусть это не моя жена, а мне нравится, я хочу. Вот как мы сейчас стали жить в сегодняшнем дне. И что же мы хотим? Успокоиться в душе. Это невозможно. При таком образе жизни и менталитете это невозможно. Нужно менять менталитет. Поэтому это известно, что человек, живя в обществе людей, естественно, будет видеть плохие, хорошие вещи. Обязательно опыт приобретет тот и другой. Как остаться человеком? Как остаться уравновешенной личностью? Как остаться полноценной личностью? Должен быть лекарство для ума. Для тела лекарство это пища, например, диета, чистота. А для ума что лицет лекарства? Веды говорят мантра. Если даже вы ученый человек, я читаю, наверное, ученых людей. Один самый ученый и умный люди. Но если у них нет мантры, их наука не умиротворяет. Ученые люди должны владеть мантры. В общем, ученые люди, веды, это называется браманы. Те-то знают браман, совершенство понимают. Дух. Дух совершенства, значит, не знаю, что это такое. Они различают мантерию духа. Это браманы. А как они различают? При помощи мантры вы не можете по-другому это сделать. Мантры различают духа материи. Звук. Сейчас тоже мы звук применяем. Микрофон, голос, интонации, какие-то обозначения, звуковые образы. И при помощи этих образов вы начинаете чувствовать и понимать, и слышать, что есть что. Различать такие вещи. Именно внутри, в сердце. Звук проникает внутрь. Форму мы различаем по касаниям. Цвет тоже по касаниям. А как отличить суть от внешнего? Только звук можно сказать. Потому что суть мы не видим глазами. Мы не видим ум, хотя он у нас есть. Мы не видим разум, хотя он у нас есть. Тем более мы не видим душу, о которой мы сегодня говорим, которая у нас тоже есть. Мы видим только физическое тело, одежду, внешность человека. Глаза, видите, у нас не такой силы. Мы что-то видим, а что-то не видим. И большую часть знания мы не видим, можем только услышать. Когда мы не видели и никогда не знали и не думали, то единственное средство передачи — это услышать от того, кто видел, от того, кто слышал, от того, кто знает. Звук, трансцендентный звук. Это называется мантра. Поэтому рекомендовано всегда практиковать мантры. Вот, например, эта книга. Здесь сутры, 800 сутр — это стихи. Они также являются мантрами. Потому что ман — это ум, тра — это освобождение. Если вы просто будете читать эту книгу полчаса в день, вы будете сами это чувствовать. Да в тот же день, который вы откроете, полчаса посидите, почитаете, вы почувствуете ваш ум, уравновешиваете. Вот это наука, вот это знание. Как ни одного компромисса в этой книге, ни в одной строчке, ни тени фальши и лжи, ни подкупное знание. Вот что нам нужно с вами. Узнать правду. Например, если кто-то скажет, когда я буду счастливой, когда я буду счастливой, скажите во строк, у меня будет какое-то счастье, семья, деньги, ну я вот хочу, но у меня этого еще нет. А я хочу, а время уже такое, мне пора замуж, а мне вот нужно детей и так далее. Ну скажите, буду я счастлива, или не буду счастлива. Что мне сказать, правду? Или просто успокоить человека? Обмануть. Потом сказать правду, сказать, в этой жизни ты не будешь счастлив. Нужно так сказать эту правду, чтобы человек сразу успокоился, все ясно. Не раздалился на вас, не стал агрессивным. А, вот вы сейчас накапкаете меня. Пророк тот такой нашелся, пойду к другому пророку. Я хочу услышать другую вещь. Но вы же правду хотели? Так вот, я вам говорю об этом всем. Вы не будете счастливы, как вы хотите в этой жизни успокойтесь. Хватит драться, хватит соревноваться, хватит обманывать. Не будете таким путем. Все, остановитесь. Вот с этой правдой начинается умиротворение. Еще приводим пример. Человек сидит все время. Два года заключения. Не такой большой срок, не такой маленький. Иван же там дни считает, когда же закончится его срок заключения. А рядом сидит человек пожизненно. Он спокойен. Абсолютно умиротворен, верно? Описывал это Джек Лондон. Смирительно-рубашский. Там интересное у него произведение. Там о реинкардации, о различных прожитых жизнях этого человека. Сложного. Очень такой бутарский дух. Там он погибал, там сражался, там дуэли проводил. И, наконец, вот его последняя жизнь описана. Он вспоминает эти жизни, уже находясь в тюрьме. Как? Вот при помощи клюнной практики. И толчок этому дается верительно-рубашкой. То есть это способ наказания в этих тюрьмах. Самых непокорных заключенных. А он как раз такой по духу был. Непокорный. До смерти непокорный человек. И вот однажды за какой-то пункт очередной его наказали. Смирительно-рубашку закутали. Очень плотная такая крепкая ткань, типа брезента. Заворачивается человек. Сильно затягивается, закручивается и бросается на всю ночь. Ну так вот. Его затянули в светную рубашку, бросили нахуй в каком-то карцере тёмном. Через минуту он уже понял, что он умрёт. Какая-то ночь вообще. Он и пяти минут не выдержит этого всего. Всё у него в глазах, там круги, там синие, там свет какой-то. Он уже задыхается, уже теряет сознание. Он точно умирает. И он что есть в силы от страха и ужаса. Это свинт на рубашке. Набирает сколько возможно воздух в грудь. И орёт как сумасшедший. Получается какой-то странный хрип какой-то. Потому что и крикнуть даже не может толком человек. Задавленный до рубашки. Потом ещё пытается кричать, чтобы услышать, что он умирает на самом деле. Задыхается. Вдруг я там слышу голос спокойно. Ты что орёшь? Я уже в третьи сутки тут лежу. Успокойся. Всё сейчас. Придёт норм. Просто успокойся. Это нужно сделать первый шаг. Возможно, наша жизнь такова, что мы как спинят на рубашке. Ну всё, погибаю. Ну всё, всё. Я кричу «Сос, помогите мне!» Успокойся. Ты не самый устрадающий в этом мире. Посмотри, что вообще происходит в мире. Ты в раю живёшь вообще. В раю есть. Здесь на самом деле положение гораздо хуже у людей. Если вы были в Индии, вы видели, до какой черты человек может дойти и жить. Причём улыбаясь. Потому что ум у него нормальный. Он не паникует. Нет. И вот это искусство. Быть умиротворённым – это первый шаг в нашем развитии. Научиться быть умиротворённым, удовлетворённым тем, что сейчас у нас есть. Сколько у вас денег есть? Умиротворитесь. Какие же личные условия? Умиротворитесь. Работа? Умиротворитесь. А что нужно делать? Развивайте качество. И первое качество – это умиротворение, удовлетворение. Это первое качество на пути развития личности. Пока вы не удовлетворены, происходит странная вещь с нами. Нам всё не нравится. Всё плохо. Даже хорошие вещи вокруг нас полезные, кажутся плохими. Мы ничего не можем извлечь, никакой пользы из окружающего мира. Пока мы не удовлетворены. Потому что это плохо, этого мало. Тут нехорошо. Но когда вы умиротворены и довольны, умиротворены, вы можете из этих вещей сделать что-то лучшее. Потому что принимаете их с любовью, а не отвергаете их с раздражением. И вы начинаете свою жизнь улучшать на самом деле. Вот так вот развиваются, как вы видите, личности. Как есть притча. Один нищий человек шёл где-то и нашёл тыкву старую, сухую. И взял с собой. Пошёл дальше. Нашёл какую-то палку. Взял палку, потом брал. Дальше прошёл, какая-то проволока валялась. Он взял и пробовал. Потом соединил пиклу с одной палкой. Натянул проволоку. Получился музыкальный инструмент с одной стороны. Каждый может выйти от издевать. Здесь тоже можно сделать такой инструмент. Но вы же этого не цените в жизни. Вы как видите? Нет. В магазине с Натальщина дома. Зачем я буду делать, если бы какой-то из тыквы испалки позориться? Это всё плохо. Это всё непрестижно. Не так. Делайте. Если у вас ничего нет, вот, скажите. В сторону, скажите, у меня инструмент. Сел, стал петь. Стали приходить люди, бросать его деньги. Он разбогател. Вот. Просторенько, смотрите. Ты куда идёшь на улице? Палку подберёте. Проволоку надойдёте. И день-день-день-день-день-день. И всё. Главное, от души пойте. Что вы счастливы. И люди будут вам бросать деньги, смотрите. Вот такая притча есть, простая. Интересно, что он, когда эта притча стала известна, известна в западном мире, многие люди, многие люди применили этот принцип разбогатели. Вы знали об этом? Он работает. Вопрос нашего, как бы, отношения к этой притче. Во-первых, если мы не умиротворены, мы скажем, ну я же не нищий. Побираться на улицу. У нас есть гордость. Она нас вводит за равновесие. Я большой человек. Просто люди этого не понимают. Это значит неуравновешенный, неадекватный, странный человек. Он, самооценка у него что-то какая-то непонятная. Вот если с каждым из нас поговорить, вы увидите, у каждого есть такая странная самооценка. А ты кто такой, чтобы не замечание делать? А ты откуда знаешь все это? Если даже перед вами опытный человек, уже пожилой или ученый, все равно с ним будете спорить. Даже если это ваши родители будете с ним спорить. Даже учитель в школе будете спорить с ним. Мы научились этому. Мы не умиротворены. Мы с самого начала приняли такой образ жизни. А теперь и говорим, что делать с этим окружающим миром? Я не могу умиротвориться. Мне страшно. Все вошли в этот мир с таким умным настроением. Потому что мы приняли в этом настроении. Наша главная проблема – это молодежь. Здесь уже не самые как бы юные люди сидят. Уже имеют некоторые опыты и интересы. Да, к самому зданию, к смирению. Уже какая-то склонность есть. Есть опыт, что это хорошая вещь. Но сейчас молодого человека трудно найти с тобой тенденции. Кто из молодых людей культирует смирение, допустим? Сознательно. Вы не дойдете. Нет такого настроя у молодежи. Вот это серьезная вещь. И с этим настроением входят в жизнь, видите? И создают вот этот хаос между собой. Потом взрослеют и чувствуют, как-то не то все. Как же быть умиротворенным вот в этой жизни? Вот такой же вещь. Хотя я был сам частью этой культуры. Вот прошлой осенью, 16-й год, я был в Бомбее. Ну, по делам. Не только это было паломничество, там были еще дела. Были заседания, там и прочее. Бомбей. Со всего мира приезжали гости тоже. Я вот приехал из Казахстана, из России. А кто-то из Америки, из Астралии, из Европы. То есть со всего мира приехали туда. Мы должны были встретиться, обсуждать различные важные дела. И все было хорошо организовано. Ну, просто блестяще, на мой взгляд. Там на самом деле культура, гостеприимство, устройство великолепное было. И ко мне, как к приезжему гостю, представили, как они говорят, слугу, не стесняются этого слова, там, в тех регионах. Вот, ваш слуга. И там принято представляться, я твой слуга. А вы, господин, говорит, господин, приговоритесь, что нужно сделать. Я ваш слуга сегодня. То есть служение там престижно. Люди уважают, если вы в служении находитесь, вас уважают. Если вы в господстве находитесь, это ваша проблема. То есть слуга, хорошо, господин, это ваша проблема. Господин только один, если они говорят, там. А мы здесь все слуги. Поэтому вот, служение. Это был юноша красивый, индус, белых одежды. На вид, он было лет 20. Может, меньше, 19, 18, что-то такое. Он также, ну, духовная практика у них там, естественно, это Индия. Живет в каком-то храме, литерный дом, посещает храм. И вот он был приставлен ко мне в роли слуги, представьте. А я, значит, в роли господина должен был. Мне было неудобно, я не чувствую себя господином. Но также, конечно, культура такова, что мне помощь нужна. Я не знаю еще языка там и так далее. Конечно, нужно хотя бы даже добраться по лабиринтам в какой-то зал в том комплексе. Нужен проводник на каждом шагу. И вот, представьте, опыт мой. Я за несколько дней общений с этим молодым человеком изменил свое мировоззрение. Я понял, что чему нужно учиться нам. Я сам был готов стать слугой вместо него, лишь бы только научиться тому, что умеет он. Потому что только слуга может быть таким внимательным, таким чутким, таким разумным. Представьте, он лавнил каждую мою мысль. Я только собирался что-то сказать, но он уже знал, что мне нужно. Невероятно. Как это возможно? Если в чем-то нуждался, он тут же появлялся и спрашивал, что это нужно. Уже на третий день он пришел с бумажкой в руках и говорил со мной по-русски. Что-то нужно он читал. Возошел в интернет, перевел какие-то фразы. И все, уже со мной по-русски разговаривали, смотрите. Я говорю, жена, я не смотри. Он забыл по-русски уже. Мы удивлялись на каждую шагу. А он пытался с каждым днем лучше, лучше помогать. Мне лучше, лучше. Я думаю, вот почему я должен учиться, когда мне было 16 лет. А не все, нужно эко-культивировать. Мнимым знанием, образованием и какими-то планами величия собственного. Этот юноша научил меня очень многому за несколько дней. За пять дней, пять-шесть дней. Я уже много рассказал этот пример на других лекциях, потому что меня это очень пищитило. Серьезно. До глубины души затронуло. Он стал моим родственником буквально. И вот мы прощаемся с ним. Я уезжаю с женой. И я знаю, там обычаи некоторые, что если вы хотите сделать что-то очень, ну, очень хорошее, доброе человеку, памятничествуете, вы должны снять со своего плеча чадар. Там такая накидка, там накидки носит, прокладно разворачивается, жарко сворачивается. И с плеча набросите ему на плечо. Это значит, что вы как уже, как братцы становитесь. Это что-то очень такое, от сердца к сердцу, значит, вы даете. Ну, и я взял чадар. Не себе на плечо, шерстяное плечо. Так, жара, бонусу, светлый. Не шерстяное чадар. И мы прощаемся. Я беру этот чадар, взял его на плечо. Он плакал вообще. Он это всерьез воспитывал. Вот этот образ останется у меня глубоко на всю жизнь. А это что? Это служение. Он не думал о себе, он думал только о том, как помочь мне. Это было его служение. Это квалификация. Вот что заключается в нашей главной роли. И мы сразу же умиротворяемся и других умиротворяемся. Если мы все будем общаться как слуги друг друга, страх уйдет. Сразу наступит покой. Просто сейчас привести эксперимент. Сейчас мы не готовы, но можно было провести эксперимент. Что мы бы сейчас пришли на эту лекцию с каким-то подарком, фруктом, чем-то еще в кармане. И сосед бы сейчас вам каждый подарил бы. И вы увидели, как мгновенная атмосфера бы сразу изменилась в этом зале. Никакого, все по напряжению ушло мгновенно, потому что вы послужили друг к другу. Служение это основа семьи. И мы можем быть счастливы. И именно служение. Тот человек, которому вы послужили от сердца, это ваш друг. Тот, кто вам послужил от сердца, это ваш друг. Вы идете к врачу. Он некрасивый, врач. Противно выглядит такой, знаете. Неважно, женщина может быть. И женщина может быть, и мужчина противный. Важно, чтобы противный. Не привлекательный. Вы бы к такому человеку даже не подошли бы и не разговаривали. Ни по вашему вкусу вообще. Но вот он начинает вас лечить. Что? Служение делает. Через три дня вы в него влюбляетесь. И доктор. Большое вам спасибо. Вы плачете. Такой хороший человек. А как все изменилось? Служение. Внимание. Моя тетя, она уже ушла давно. По отцу. Она работала медсестрой какое-то время. Причем в тех палатах, где люди умирали. Такие были. Тяжелые, больные. Она там вот выбрала, не знаю. Ухаживала за этим больным, мужчинами. Мужская палата была у нее. В нее влюблялись все больные. Потому что она им служила. Она постоянно рассказывала об этом, приходила. И тоже плакала иногда. Потому что тоже всерьез воспринимала это. Один говорит, мужчина умирал. А я там умеру, там поднесу, там укол. В общем, я служу ему. И вот он говорит, берет меня за руку, говорит. Как я зовут? Вот так вот. Вот если я выживу, в глаза мне смотрит по-настоящему. Знаете, потому что он умирает. Если я выживу, выйдешь за меня замуж? Может, конечно, выйду. Давай выживай. Не хочу его расстраивать. Но он умер. Как они так? Служение. Забота. И пробуждаются вот эта вот энергия, счастье, благодарность. Смотрите. А благодарность, если вы чувствуете, это преддверие любви. Это не то, что вы видели голую женщину и влюбились. Любовь. Ягодицы. Страшная любовь вообще. Вот что сегодня происходит. А потом все это составится, объяснит. Любви нет. Парсящий какой, понимаете? Вот самка самец. И мы путаем эти вещи сейчас, сейчас. Поэтому мы беспокоены. Вот любая какая-нибудь смелая красотка сейчас выведет вашу из равновесия. Хоть даже если вы женаты. Любая собьет стол. Вот какая жизнь интересная. То есть мы выведены из равновесия. И мы сейчас чувствительны стали к вещам негативным. Поэтому вот это наша болезнь сейчас. Поэтому мы несколько страдаем в этой мире. Здесь недоверие, тут напряжение, тут страх. Люди все непредсказуемые. Нужно быть осторожными. Мало ли что. Столько всего мы видим. Когда началась перестройка, в 90-е годы, так, конец 80-х. Я знал молодежь Петербурга. Еще до перестройки. Мы общались с богемой. Когда началась перестройка, что-то страшное случилось в культуре. Был взрыв порнографии. По всей России, может быть, СНГ, я не знаю. В каждом киоске кругом, кругом, кругом. Кругом. Интернет забили. И вот мы встречаемся с этой молодежью, и одна девушка говорит, что странное происходит. С какой, говорит, девушкой не познакомлюсь, не поговорю? Проститутка. Прочтит все. Говорит, не может быть. Ну вот так. Вот как странная такая вещь, странное время. Вдруг последний, как действует материальная энергия, насколько она может разбить в стол. Все ценности могут превратиться в ничто. Очень быстро. То есть упасть можно за пять минут, говорится. А подняться нужно столько сил. Теперь мы хотим умиротворение. Потому что сегодняшний день на самом деле многое беспокойствие. В мире, если мы же информацию умели, слышим. Сейчас у нас мировая информация. Мы просто океан информации можем поглощать. Новостях. Сложная вещь. Сейчас как бы все зависит от двух держав, так сказать. США и России. Вот как они балладят? Потому что неизвестно. Тут серьезный вопрос. Во всем мире отразится это, несомненно. Балладят или не балладят, не знает сейчас. Не президент Америки, не президент России, насколько они балладят. Насколько они хотят. Балладят тоже интересно. А ведь и дело грозит серьезными последствиями. А что же не балладят-то? А ведь не хотят служить друг другу. Все эти годы, пока вот я жил, как в Советском Союзе и в Новой России, не хотят они ладить друг с другом. Не хотят служить. Хотят господствовать. Все державы. Что не держава, то хозяин мира. Каждый хочет хозяйничать по всему миру. В результате люди живут поколение за поколением в напряжении. Вся политика постоянно напрягает нас. Постоянно какие-то беспокойства и страхи. Что будет, что будет, что будет. Какие прогнозы в Казахстане? В 20-м году будет кризис очередной. Еще ухудшение будет. Такие прогнозы. Нет улучшения. Кризисы не кончаются. Первый кризис, говорю, о, кризис, серьезное дело, напуганный. Второй кризис уже легче. Третий кризис не кончается, уже привычно. Здесь была конференция недавно в Астане. О вегетарианстве, ток-шоу. Здесь снята была по хабару. Впервые была такая передача о вегетарианстве широкого масштаба в Казахстане. Интересная передача была. Ученые приглашены, вегетарианцы и людей, которые едят мясо, разные. Они обсуждали эту тему. Сам факт очень интересный. И там молодой человек сказал, привел статистику раковых заболеваний. Он не связывался с вегетарианством, а просто говорил о статистике. Вот рак там пищевод, рак там еще чего-то. И вот почему? Обычно у корейцев рак, говорит, вот пищевода. Почему? Есть причина. Один, что-то едят. А в среднязи рак вот другой, потому что пьют горячий чай. Он приводил такие примеры, опираясь на какие-то конкретные вещи, причины рака. Я вам скажу одну вещь. Когда учился в школе, рака вообще не было. Люди перегорячий чай, ели острое, как корейцы, даже более острое еще ели. Мой отец уже ел чили, чуть ли не в чистом виде. Никто не знал, что такое рак. Потом, когда мы услышали, что есть такая болезнь, весь мир пришел в ужас. Такая страшная вещь, боже мой. И мы не думали, что это будет распространяться, как грипп уже сегодня. А теперь говорят, причина рака – острая пища или горячий чай. Причина кожного рака – солнечные лучи. Понимаете? Никто не говорит, что там озоновые дыры на самом деле. А? То есть причина не чили, не перец. И ничто-то еще не горячий чай. А вы не знаете, вы скрываете эту причину. Потому что невыгодно ее открывать, а открывать эту причину. И вы указываете какие-то странные вещи. Горячий чай – это причина рака, смотрите. А солнце и открытый воздух – причина рака кожи. Вредно. Да нет, там озоновая дыра. Да нет, у вас иммунная система, смотрите, как это, привезли чай горячий. Скоро будет такая иммунная система, что вы вообще есть, ничего не сможете. Вообще. Даже дышать воздухом будет трудно. Знаете об этом? Это пресмертное состояние, даже когда уже воздух вы дышать не можете. Потому что все, жизненной силы уже нет практически. Даже чтобы дышать, нужна жизненная сила. Переволюбить пищу нужна жизненная сила, но нужна сила. Иначе мы теряем покой. Нет денег, нет силы, нет здоровья. Как жить дальше, как соединять родные сила в душе, как умиротвориться? Как быть счастливым человеком? Опять страх. И так, при помощи этих страхов мы не выберемся из ловушки. Нам нужна радость, счастье. Вот наша жизнь. Вот основа нашего существования. Любовь настоящая. Вот так мы сможем создать уже здоровое общество. То есть нужно начинать сейчас и с пищи, конечно же, и с отношения. Начать с самого себя. Сначала нужно удалиться тем, что мы имеем. Как у вас дела? Говорите, хорошо. И улыбайтесь искренне. Не притворяйтесь. Скажите себе, у меня все хорошо. Уже сейчас все хорошо. Я вот живой. Двигаться могу. Дышу. У меня есть место, где жизнь. Все хорошо. У меня есть многие возможности. Я могу читать книги, могу изучать, смотрите. У меня столько всего, Боже мой, впереди. Если я это все использую, верно же? А мне что хорошо, потом я, конечно же, использую. Я, конечно же, воспользуюсь самым лучшим. Потому что у меня уже сейчас все хорошо. Я готов. Я готов действовать хорошо. Чтобы было еще лучше. Я должен стать лучше. А не окружение. Я должен стать лучше. И когда у вас все хорошо, вы заметите, что у вас пребывают силы помогать другим. Если вы говорите, у меня все хорошо. А вам говорят, а у меня не очень сразу же. То есть, если у вас все хорошо, вас попросят, не можете ли мне помочь? У вас много денег не займете ли мне сразу же? Вы не ж нуждаете в помощь. Как это, если вы хотите, гостя уже не можете выдержать. То порасите денег взаим, он сразу быстро идет. Никто не хочет отдавать какие-то энергии, свое время и силы на кого-то. То есть мы держим все при себе. И вот тогда мы начинаем заботиться, когда у нас все хорошо, а других. Итак, это целая наука. Как достичь этого счастья внутри себя? Мантра. Мантра – это ум. Тра, это, значит, очищение. Например, что мы не делали с вами? Мы загрязняемся. Ну, чисто физически. Вот просто день нужно походить, поработать, и нужно мовить. Одежду нужно стирать. Ну, вот такова природа эта. Совершенно очевидная и понятная, элементарная. Это мы знаем. Но почему же мы не знаем об уме? Ведь ум тоже скриняется. И гораздо сильнее, чем физическое тело. Если физическое тело скриняется прикосновением к нечистому, то ум скриняется просто, когда мысль нечистая приходит в него. Или вы видите что-то нечистое, и туда проникает. Как говорили древние, сексуальная энергия – это то, что когда вы видите, вы невольно делаете то же самое. Сразу скверно это переносится. Невольно вы возбуждаетесь и делаете то же самое. Вот впечатление. Это ум. Так же вы видите, вот человек, у него вот такой автомобиль. Или вот такие у него богатства. И ум автоматически хочет то же самое. Невольно заражается всем этим. И вот мантра означает, что ум ваш не заражается, ничего нежного. Интересный опыт жизни, знаете. Как это, когда ум не находится под впечатлением окружающей среды, а под впечатлением внутреннего «я» находится. Как вы видите мир в этом случае? Как вы понимаете себя? Все совершенно по-другому. Все вообще по-другому. Вы видите то, что раньше не видели, и слышите то, что раньше никогда не слышали. Вы становитесь очень чувствительны к другим видам энергии. Согласитесь, что многие вещи мы здесь не видим, даже когда открываем глаза. Например, если мы скажем сейчас кому-то, «Выйди на улицу, посмотри, там никого нет, вы выйдете, откроете дверь, увидите дворника, скажете, «Никого». «Никого там не было?» «Но там удворник, вы не увидели его?» «А, так это к делу не относится, верно?» «Верите?» «Так что мы видим?» «Что мы выбираем, что видеть, что слышать?» «Кто выбирает?» «Наши желания». «Если вы умиротворены, и у вас нет желаний, как вы увидите мир?» «Вы увидите красоту, гармонию, разума». «Вы сразу это восхититесь». «Это уникально, потому что на самом деле, когда ученые нам объясняют, как устроен этот мир, они разоблачают как бы тайну этого мира. Мир становится обыденным после объяснения ученых. Предмет падает вниз. Не чудо ли это? Это подобно чуду. Лучше только гравитация. А, все, вы потеряли к этому телесу. Все, тайны нет, жизнь скучна. Перед вами живое существо. Глаза у него моргают. Ногти растут, волосы. Видели, как он рождается, нет? Когда он рождается. У него такие пальчики в 2 сантиметрика на руках. Вот я видел такие вот. И представьте, на каждом пальчике ноготочек еще. И вы так, о, идите, смотрите, ноготочек, так, в него все есть, смотри, вот такой вот ноготочек. Вы поразитесь, как это действует, как это удивительно, да? Но ученый придет, когда, да, это значит выделение таких-то вот клеток, это вот такие клетки, такие клетки, и все, мы пошли дальше. Если что-то за знание такое, что вы теряете интерес потом к миру, что вы теряете тайну. Вот если я скажу, я не знаю, что это за сила, вот я вижу ее, но я не знаю, что это за сила. Можно по-сякому назвать, но я же не знаю, что за сила, почему падают предметы вниз. И вы не перестанете удивляться никогда, потому что вы говорите, я не знаю, как это тайна, вы будете видеть тайну перед собой. И рискать гравитации и потерять к этому интересу. Что лучше? Пользователь теряет интерес. Вы использовали, потеряли интерес, потому что вы использовали это. И вот когда мы пользуемся этим миром, мы теряем к нему интерес просто. И жизнь становится скучной, обыденной, неинтересной. И нам нужна острота какая-то, жизнь искусственная. Что такое прекрасное, безобразное? Прекрасное, когда все вместе. Безобразное, когда все по частям. Глаза, смотрите, какие красивые глаза на своем месте. И глаза на тарелке. Ужасно. Те же самые глаза, красивые глаза, значит. На тарелке. Или в супе, вы видите там глаза. Ужас какой. Смотрите на человека, красивые у него, кожа такая, знаете, там. Мышцы красивые. А тут еще такая вот копна красивая, знаете. В общем, можно смотреть. А что там внутри у него? Ужас. Сплошно ужас. Слизь какая-то, кровь. Ужас какой. Что такое прекрасное, что такое безобразное. Все уши стеки основаны на внутренних всех телах. Так как все. Вот как устроен странный мир. Давайте разберемся. Что же такое внутренняя красота? Он говорит, внутренности и внутренние, это разные вещи. Слушайте, я не физическая внутренность, это что-то отвратительное. Мы не можем даже смотреть на это. Мы можем потерять сознание любого рукопа, если есть чувствительные. Но внутренняя красота души, это совершенно не относящаяся к внутренним системам. Это наш внутренний мир. Мы находимся внутри этого как бы тела. Сознание. И вот оно прекрасно, оно всегда умиротворено, оно глубоко, если вы знаете, как бы видите тайну этого мира. И вот нужно увидеть без желания этот мир. Вы видите, как таинственен, удивительен этот мир. Желание наше делает его обыденным. Просто смотрите, меркантильно. Что можно сделать из дерева? Табуретку, допустим. Хорошо. А вы посмотрите, что такое вообще дерево? Можно научные труды писать об этом. Это вообще основа жизни на планете. Деревья поддерживают, баланс на планете. Главное, это в этом заключается, что она дает нам воздух, кислород, кислород, кислоту, обмен веществ в природе. Это божество, говорится, в природе это дерево. А просто кто-то видит там табуретку. Или кубометры дров. Это вопрос желания, как мы это увидим. А если посмотрим без желания, мы увидим, что весь мир живой, пронизан жизнью. Что материя не действует сама по себе? Нет. Везде есть внутренняя сила, непостижимая внутренняя сила. Вы будете удивляться всему, как ребенок, как растет трава, как свечет солнце. Вы будете видеть везде вот эту секретную тайну высшего разума, который действует постоянно вокруг нас. Каждую секунду. Вот смотрите, есть три состояния бытия, три измерения сознания бытия. Глубокий сон без сновидений, сон со сновидений и бодрость. Вы можете это знать на опыте. Когда зарождается ребенок у трубимателя из двух капелек секреции, начинает развиваться живое существо, формироваться. Оно уже там есть. Не живое, не растет, не формируется. Он уже живой. Но находится в состоянии бессознательном. В сушу, где называется она, смотрите, это состояние. И лесом без сновидений, бессознательное состояние. Уже в семействе примерно он входит в состояние сна. Как пробуждается бессознательное состояние, входит в состояние сна. Может что-то чувствовать, желать, реагировать, но в состоянии как бы сна. И вы знаете, он начинает уже двигаться, уже проявлять, как бы, что он живой. симптомы но это эбрион еще состояние сна находится и затем он хочет выйти оттуда начинается процесс родов и когда выходит он сталкивается с бодрствованием не постижим для него первым впервые глаза и вот что он не радуется когда видит он очень серьезно смотрится и вы видите в глазах новорожденному что пришел из другого измерения это очень серьезный взгляд очень глубокий то есть смотрите из бессознательного состояния сна и сна в бодрствовании один человек стареет и умирает куда снова погружается состояние беспомощное сновидение об этом без знать возвращается теперь каждую ночь мы засыпаем тоже сон во сне нужно отдохнуть как кто отдыхает разум тоже напрягается все тело устает ум устает разум планируют он управляет здоровьем деятельностью чувств нашей деятельности профессии ты сразу несет ответственность мы устаем на этой ответственности ум тоже устает от потока информации чувств утомляют физическое тело все устает мы отдаем массу энергии течение дня работаем ли мы или наслаждаемся и важно как устаем растрачиваем энергию но когда вы засыпаете разум засыпает а ум еще не спит вы видите сны сон это ум вот когда вы видите сновидение разум отключается вожжи отпускает от ума и чувств и ум гуляет просто бесцельно во сне и какие-то образы просто блуждает вы же так отдыхаете когда не спите идете в парк и просто бесцельно блуждаете туда-сюда это вот и но такого духа вы тоже устаете на что полностью отдохнуть разум отключается полностью какой-то момент сушукте бессознательное состояние и вот там это состояние вы восстанавливаете свои силы не вы а другой измерение который параллельно с нашим жизнью бодрствовать восстанавливать свои силы за одну ночь и утром вы чувствуете вы ничего не помните вы чувствуете о хорошо отдохну я зарядился смотрите откуда взяли энергии вы не знаете именно во сне в глубоком вы не можете отдохнуть пролежав всю ночь без сна и возможно именно глубоко погрузится сон и там в другом измерении вас подпитывают какие-то удивительные силы из безстрастия в том состоянии у вас не друзей и врагов и хорошего неплохого никаких событий не происходит и веды говорят что это состояние сушукте наиболее приближено к реальности из этих трех состояний бодрствования сна глубокий сон наиболее близок к реальности почему там нет водящих заблуждений образов никаких объектов которые вводят заблуждение наш ум разум пробуждает различные желания представьте у вас есть монитор экрана и через него можно видеть разные вещи можно видеть документальные события бодрствования можно видеть фэнтези сны а можно отключить он спит что на более реальности трех состояний отключено состояние но дело в том что мы не видим что происходит в том измерении в беспамятстве в невежестве а там много что происходит все тело восстанавливается за одну ночь сон очень полезно для старинной сил но йоги знают что нужно учиться спать глубоко для этого если если мы совершаем неправильную деятельность мы беспокоены при жизни собственных эгоизмом и желанием мы не будем спать глубоко и не может быть здоровым можем останавливаться сон одна из причин того что мы сейчас теряем как бы жизненную силу и мудрой системы агамарте писать что воины того времени древнего времени они получали ранения когда сражались сквозны там жизни силы было сильнее они выживали да и они оздоровались за вот она искусство за какая какой какая жизнь и сила мощная где четвертое измерение но нам туда сейчас не дотянуться если вы могли подключаться туда мы бы на самом деле могли бы стать сильнее но законы четвертое измерение очень просты и они поддерживают все живое эти какая задача в том измерении они беспристрастные и животное поддерживается и дерево поддерживается человек поддерживается наравне с насеком одинаково и если мы принимаем законы четвертого измерения он только тогда получаем доступ к этому контакту подрасти не ограничиться со сном сон граничит с глубоким сном а глубокий сон граничит турки четвертого измерения это уже осознанная проявлена реальность если глубокий сон отсутствие иллюзии но еще вы не видите реальность он приблизит реальности отсутствует иллюзия то туре это уже реально существовать ответил вопрос кто поддерживает какая сила все живущие вот это реальность если мы начинаем сотрудничать с этой силой и помогать всему живому вот тогда мы обретаем все ценности сверху умиротворяемся и сносим страшно так и устроен но у нас ведь и границы мы не осознаем что происходит во сне или у трубы матери мы не помним ничего мы не все осознаем здесь не все состояние мы сможем осмыслить нам нужно учиться быть бодрствующими потому что сейчас даже бодрствующим состоянием мы все чувствуем не видим что это измерение не в глубоком сне для них мы так и спим это тоже вид сна дневной сон и ночной сон дневной сон проходит значит тоже что остается ничего вот так наша жизнь поэтому а если мы хотим сохранить мир в душе нужно познать основу бытия и свою как бы причастность к ней отношения тогда почувствуем защищенность потому что человек не может быть спокойным если он не защищен кто защищает нас если вы спим стены замки да мы же заводимся в этом что во сне как защитить себя страх означает что мы должны сделать крепкие стены замки а кто защитную жизнь мою работу мою семью вы должны знать что за это отвечают высшие энергии например если вы потеряли документ в состоянии личности вас не обслужит ни один офис верно же все государство не будет вас заботиться пока вы не восстановите удостоверение личности также здесь пока мы не установим отношения с этим измерением контакт вы должны представиться мы должны знать язык знать законы все эти законы четвертого измерения объяснилось освещенной книга что нужно делать что не нужно это законы поддержания мира и счастья это наша защита это то что мы можем делать добровольно потому что законы любви и счастья не навязываются вы не можете было заставить счастливым это добровольный выбор это определенные усилия это искренность это искреннее желание это делать это добровольное принятие трудностей и так что под нашим как родители говорят ты должен учиться нужно делать то значит ты будешь страдать делаем делай тупица что тебе говорят и получается это невозможно так заставить ребенка по счастливым или умным это именно свода выбора и наша задача пробуждать эту своду выбора пробудите в себе прежде всего как использовать своду выбора как не бояться встать на путь истины как говорится ведь уже страх у нас всего на свете истина это слово такое сложное понимаете такое опасное вдруг под видом истины будет не истина ведь я шутки мы близко к сердцу я же не вижу такой обман страшная картина перестройка что означало это означало что рухнули все эти коммунистические идеи это была страшная картина бумага людей сердцах людей и каждый сам за себя столько стала бандитизма россия потеряла около миллиона людей в криминальных войнах только в 90-х годах такое было время что все рушилось люди теряли веру взяли правда просто пистолет и оружие убивали друг друга за деньги целое десятилетие прочее продолжалось может быть до сих пор продолжается еще как это сложно смотрите пережить обман какой-то общественный давайте не будем обманываться слушать свое сердце нужно искреннюю душу не обманешь поэтому как это личная ответственность каждого это не просто получить какое-то общее образование записать какую-то лекцию нет нужно взрастить себе искренне желание умиротвориться нужно сейчас все тем что и верьте научите вычисленных хватит капризничать и требовать от жизни это не хочу это не нравится а у тех лучше это не жизнь зависть с этого начинается деградация 10 заповедь библии не завидуй с нее все начинается корень всех проблем сначала зависть а потом в конце концов отвергается все даже под сомнение ставится тоже обман закрадывается всюду никто нас не защищает не стены и дом и замки не даже и религии посуду проникла зависть даже в религии они тоже ссорятся смотреть даже мужчины женщины завидуют друг другу хотя написано в древних книгах не завидуйте женщины мужчины они завидуют собственным детям завидуют а потом грим как же умиротвориться в наше сегодняшнее время столько конфликтов столько опасности а что такое это зависть океан порога и когда мы чувствуем и интуитивно знаем да страшно страшно жить если думать об этом а может вообще не думать об этом может просто работать зарабатывать свои деньги принимать интоксикации по празднику и все пиво выпил к вечеру поработал напился нормально я спрашиваю человека ты где работаешь я работаю в грузчике как-то на работу нравится ну как сама работа как нравится простая мечтая работа но ничего работать нужно такой же того но нравится когда отработать вот отработал и чувствуешь удовлетворение хорошо потом получил получку после работы выйдет закусил нормально жить можно мне нравится вот может быть так просто и прожить все по всем этом думать слишком сложности похоже не справлюсь с этим нет вы не правы не правы просто вы не знаете сколько вас внутренние силы заложен каждый из вас генератор просто знаете эта машина если вы почувствуете вдохновение нельзя только проявится что каждый за сможет горы свернуть я вас уверяю уже это делать нет обычные люди но пробужден которые именно пробудились не спят эти внутренние силы пробуждаются в них пробуждается вместе с верой и бесстрашие почему они знают законы добродетели они знают как проникать в сердца людей никогда не встречают агрессии злоба а только поддержку нужный ответ это генератор синергия называется в один и очень вдвоем о уже можете быть сильнее вместе так если вы синхронно если троем с регистрируем если команду создать это мощь если научиться работать вместе бык понимаешь 6 команд когда пошут на нем в Индии вперед-назад понимает левее правее разворот столь почему эти слова ему говорят он делает слон понимает 22 команды т.е. слоны могут работать на монтажных работах сообща очень сложно работа выполнять вместе группа команды 22 команды современный человек не знает столько команд сколько слов 22 команды на каждую команду оказывается очень трудно было свой даже одну-две команды понимаете в армии так уж труд такой страх нагонять чтобы они просто уволяли приказ лечь встать лечь встать то изневожения понимаете под страхом просто наказание побоев что люди не склонны подчиняться не хотят ничего слышать и чтобы чему-то научить как-то организовать силовые структуры деньги там много всего нужно использовать чтобы починить человека но учимся сотрудничать с ней энергия синергии создается просто нажимом это тоже конечно сила когда мы все вместе что-то делаем но обмен энергии он как бы в квадрате удваивается вдохновение любовь и вы чувствуете что можете сделать невозможно вы готовы даже что сделать вот даже сомнений нет сказать мне перед сомневаться что вы настолько уважаете настолько любите вы слуга все может если скажет кто-то выше значит это возможно что могут сделать в жизни делаете потрясающе страх возникает когда мы не можем не делать такие вещи я просто не сохранить этим то что есть интересный закон когда снимался скалолазание вот пока по маршруту идете по скале все нормально вы уже понимаете автоматически там схватиться тут зацепиться автоматически работает все пока вы двигаетесь если где-то застряли вот это как они говорят есть терминологии начинается бандраж так держитесь и все и ступор там высоко чувствуете опасность и начинается мандраж вот это все начинается все начнет вас тряси еще стройки вот если падает мандраж все снимаете вот без полезных и вы погибли там надо сказать маршрута он уверен только идет уверен и он идет вот использовать любую вещь и проходит не замечает даже только мандраж начинается все поэтому когда человек еще не опытный в этих делах на страховке ходит никогда вперед не пустят и самого опыта люди которые могут владеть собой и быть целеустремленные они проходят самые сложные вещи даже отрицательные углы они смотрят вниз никогда а здесь смотрят то совершенно по-другому они знают свои силы они могут оценить понимаете они знают на что это просто пример спортивный я не рекомендую лазить по скалу никому я сам это занятие бросил это слишком опасно для человека не нужно слишком рисковать жизнью но это пример того как можно именно преодолеть вот эту свою энергию жизни который скован этим мандражом страха страха жизни полноценно в полную силу жить говорить в полную силу свободно что вы думаете если не от сердца не бояться это же нужно научиться действовать даже научиться работать в полную силу используя все свои творческие энергии не просто покойте схеме инструкции а занимая свою природу интеллект способности которые должны раскрываться развиваться этому тоже нужно учиться у нас заложено огромное количество ценностей в каждом человеке нам нужна эта школа которая пробудет нас вот из этого сна и мы боимся потерять то что есть ну хорошо даже если жизнь кончается все равно не бойтесь потому что жизнь вечно мы должны тоже это знать смерти не существует вы были ребенком этого тела больше нет но вы же не умерли продолжаете существовать другом теле вы были юноши девушка молодой этого тела тоже нет через один десять лет гоняется тело ваше новое тело но конца то не наступает продолжаете существовать вы старик вы прожили все эти периоды жизни но вам же не конец вы просто в другом теле находитесь вы личность вы не умираете тело меняется и тело до умирает совершенно вы его оставите как старая одежда она изнашивается но владелец тела не умирает сбрасывает одежду чтобы одеть новую одежду также душа оставляет старое бесполезное тело чтобы принять новое тело рождение и смерть это материальный закон на духовном уровне такого закона не существует и поскольку вы сами душа мы должны знать что для нас с вами смерти не смерть это забвение как в сон попадаете и вы ничего не помните нужно развить свое сознание что победить смерть развить сознание чтобы не спать не впасть в забвение забвение нужно чтобы начать новую жизнь слишком много образовались привязанности в этом мире смерть отбирает все в этом ужасно пока есть привязанности она страшна когда у вас нет этих привязанностей когда вы не привязаны ничего материального привязан только к духовному вы не можете бояться смерти и и не существует душа санчетананда вечно полно знания блаженствует ее природа на этом уровне вы никогда не почувствуете беспокойство или дискомфорт душу вы никогда не сможете разделить на части без жечь и смочить воду когда тело если на части это ужасно именно потому что живое существо не расширяется на части это противоестественного наблюдать поэтому звать ужас также когда смерть приводит тело это ужасно потому что следы души невозможно это противоестественно все эти симптомы говорят о том что мы имеем другую природу внутреннюю природу пробудив которую мы достигаем умиротворение глубокое умиротворение в душе вы не будете беспокоиться и осознаете что вы вечны не будете сильно страдать хотя будете переживать те же самые события но совершенно по-другому это вопрос развития сознания если вы читаете эту книгу вам не нужно ничего менять в жизни нужно только развить сознание не думать что нужно изменить одежду там и прочие атрибуты какие-то жизни и бросить что-то нет ничего не меняйте здесь говорится только развитие сознания вот что нам все остальное уже есть здесь семья не заработает какие-то деньги есть какая-то судьба какой-то срок жизни все уже есть сюда но не прибавить и не убавить судьбоносно все точно отведено каждому а что можно изменить а вот это можно можно развить свое знание а для этого и рождаюсь в этом человеческом теле или того чтобы испытывать страх и прятаться от жизни а для что выйти на передовую и познать себя за одну эту короткую жизнь у меня есть очень великая задача сегодняшний день очень важно знаете почему с одной стороны много беспокоиться то много всяких пугающих признаков а с другой стороны огромный опыт мы сейчас я получаю наблюдая все это разнообразие плохого и хорошего такого опыта невозможно было получить прошлый прошлый столетик сколько мы сейчас видим за одну короткую жизнь сейчас такие скорости столько информации посреди какие мы сейчас получаем знания потрясающие быстро и все самое жуткое открыто со своим плохой самое лучшее тоже и мы получаем знание для чего информацию чтобы выбрать самое лучшее вот давайте выберем самое лучшее что вообще возможно выбрать в нашей жизни и начнем действовать и вы увидите какой будет результат на самом деле сможем почувствовать покой в душе когда мы исполняем свои духовные обязанности почувствуем глубокий покой и счастье в душе также выходим на работу исправно мы спокойны по защищению сама же работа организации позаботиться на нас потому что мы с выдох выполняем также и наш долг жизни есть мы выполняем его автоматически уравновесить эти высшие силы всегда защищают человека даже когда он спит они всегда помогают они нацелены только на поддержание и на разрушение и другие силы нацелены на разрушение кто-то на созидание а вот внутренняя та сила нам поддержание давайте с этой энергии сотрудничества энергии поддержания будем делать то же самое давайте будем заботиться и поддерживать друг друга фурана говорится что нужно заботиться о пяти живых существах чтобы в мире воцарился как бы мир и счастье это женщины это дети это старики это браманы священники это коровы если позаботимся об этих пяти существах в мире будет счастье забота это и задача этого высшего измерения заботиться должны частью быть заботы этого мира они частью проблемы мы должны принести функцию разрушения критики оскорблений или переделки мира постоянного нет поддержания всего того хорошего что еще осталось и взращивания вот с любовью из того что есть давайте взрастим больше 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 пусть вылезет большое дерево любви в этом мире без конечных ветвей и цветов плодов пусть все это развивается пусть плодоносит пусть благоухает это наша забота должна быть о каждом листочке этого дерева нет ни одного плохого бесполезного человека есть просто больные люди и нам нужно исцеление мы все уникальные живые существа по своей сути потому что в нас заложен процесс самоосознание тяга к истине и давайте берем это всерьез без сомнений в сердце не надо сомневаться в истине куда это годится сомневаться в истине до сомневаться нужно в невежестве если люди не знают что утверждают сомневаетесь в разумный человек как это ученые говорят что жизнь произошла из сочетания химических веществ где доказательств кто это доказал зачем это принимает сомневайтесь в этом в невеже нужно сомневаться поэтому мы должны уже принимать факты они гипотезы и когда мы говорим на душе это факт а реинкарнация это факт который мы должны увидеть перед карнируем этом деле каждую секунду тело меняется а вы говорите нет реинкарнации кто-то скажет вы не верите так расходите глаза каждую секунду тело меняется а личность остается та же самая всегда это были вы ребенок вы бы это были вы и сейчас это вы зато лица тело это все равно вы не меняется личность то же самое разве вы не видите фактов это написано в этой книге кришна джуни говорит как так же вот душа меняет тела от младенчества детского от детского кодекс его . к юноши и так далее также после смерти на менять новое тело в течение жизни тоже меняешь тело и когда он говорит это арджуни а джуни да я вижу это кришна я вижу это это факт но до чего нашли современные люди образованные даже когда вы говорите об этом они не видят хотя это факт перед глазами что дело меняется постоянно личности ли неизменно разве нет это факт и факт что я подвержу ошибкам иллюзии тем не менее он строит планы какие-то свои на своих планах пытается достичь счастья хотя он ошибается на каждом шагу ему уже говорится шастра что ты подверг на ошибка не опираясь на свое мнение опираясь на мнение мудрецов воверенное знание посмотри кто же живет как праведника достигает результата на достиг уже результата от него получи знания кто видит истину а никто придумывает ее это же факт и мы должны найти счастливого гармоничного человека который пробуждает наш разум и тогда можем учиться нельзя просто приемли какие-то мнения предположения догадки столько гипотез наука вся полна всяких гипотез мы все обсуждаем чем же взяла современная наука современных людей что она такое талай и выясняем дают комфорт вот и все негде знаем только комфорт сейчас же нового знаний никаких детства все полу тупик кризис спросите ученых философии кризис физики кризис химия уже смертью только работает больше чем работать не может все кончилось наука нашей исчерпана наука наш и теперь на работы только нам комфорт новой модели машины более удобный там новый материал это мягкие сверхпрочные все то же самое просто комбинации элементов меняем все что не могут делать и сейчас мы достигли такого комфорта что чем удовлетворены просто есть от квартиры и унитаза вот и все унитаз вот у нас купила один шейх имел золотой потом уверенности у него золотой унитаз вот прогресс науки а где еще в чем туалет собственной квартире тут туалет туалет тиреизор кухни очень удобно видеть вот и все что мы достигли что в каждом квартире есть горячая вода холодная вода унитаз это особое изобретение и чаша гену и посетить ученые говорят это не полезно нет нет пользу все равно будет потому что уже все есть я говорю другом если вы пользусь унитаза и придется пользоваться йогой потому что вы когда сидите на унитазе каждый день у вас расслабляются некоторые мышцы кишечника это провоцирует новые болезни вы не знали нам приходится заниматься йогой если мы не сидим не присаживаемся на придется сидеть просто управлять упражнение сидеть ждать минуту погрема естественной жизни понимаете мы избегаем естественной жизни ну там хорошо возможно возможно это удобно тоже знать как же здоровым образом жизни не гордится это не думать что-то достижение науки какое-то я это не достижение науки это не очень разумный подход к жизни комфорт комфорт отнимает нас жизнью силу энергию наоборот жить вас кейс если вы хотите быть здоровым трудиться нужно а не расслабляться сейчас на весь тут переход куда за компьютер вы сидите за рулем и сидите за компьютером вы сидите 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 должны дать вы привыкаете к этому расставленному а потом вы не знаете как вы лечиться вы постоянно простываете там новые виды гриппа потому что вы ослабеваете на самом деле вот если космонавтов вывести на орбиту уже через месяц атрофируется все тело нет нагрузки у нас недостаточно нагрузки не умственно не физической сейчас у большинства из нас сидящих здесь каждый вечер нужно работать но а то тогда переваривать пищу хорошо а сейчас ослабляется иммунитет оставляется пищеварение потому что мы живем в искусственных условиях сами создаемся больше 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 унитаз одна из причин вот эти геморрой всевозможные кишечные дела вот и все расслабляется там когда мы делали шар прошла я не делал мои знакомые девочкам прошла почищение кишечника поют там пьется много литров соленой воды делается упражнение она промывает все эти кишечные тракты все были в шоке потому что выходила то что как несколько месяцев назад а какие-то косточки застревают сладких кишечника и сплю зато то есть я должен что переваривать пищу за должен трудиться умственная работа это тоже работа если на самом деле работаете устами пишите книги вы потеете тоже поймите это тоже работа очень сильной даже в случае нужно знать как работать с телом как работать с нервной системой двигательной системой дыхательной системы один человек дожил до двести двуссот семидесяти пяти лет что ли он не данная информация номер умер только что этот человек его фотография в интернете 275 лет два раза женился за все за всю свою жизнь а у него был еще знакомый который умер раньше который прошел более 500 лет и там рисуется секрет долголетия они говорят в секрете дыхание правда то что описано про на ям означает что вы принимаете очень сильную аскезу сейчас времена люди не могут управлять в полную силу овладеть пранаямой после владеете пранаям искусством дыхания быть очень сильный но это аскезы поймите если у нас нет нагрузки нет аскезы не умственно не физической достаточно не эмоционального разряда мы слабее мы атрофируемся мы теряем вот чем дело мы не спорта же как если у вас есть любовь но вы ее не проявляете она угаснет здесь на него их не распространяете она покинет вас дороги по которым не ходит зарастают обычно с вами таки вот как бы дороги зарастающие нам нужно пройтись туда-сюда еще раз вы видите столько прекрасных вещей твою жизни подлежащих а и вода не течет вы должны действовать и в действии увидите что хорошо а что плохо что правда по что не правда есть активность существует когда мы используем свой долг стране покидают ведь воин когда сражается на поле битвы он теряет страх потому что увлечен битвы более свои обязанности там а вот просто там умереть страшно а в исполнении обязанностей вот по-другому мой один товарищ близкий когда-то погиб на пожаре и исполнение обязанности действует совершенно бесстрашно обычный человек до восстановить долго вот видите что такое долго вот на нужно понять в чем же мой долг жизни главный и вы увидите как получаем уверенность и бесстрашие вы становитесь сильнее сильнее в решениях в действиях уверений в знании знали нужно получать бесстрашно сомневаетесь и следуйте если вы сомневаетесь ли не исследуете это просто страх это не поможет все чтобы делать из страха является истина что то что мы делаем именно в знании уверенно приводит кости и так прежде всего рассказать умиротвориться тем что мы имеем и искренне улучшать то что есть сейчас у нас жизнь как улучшать качество мантра он должен быть чистым тело чтобы чистить пищу тоже чисто работа должна соответствовать нашим искренним желаниям то есть нужно тоже с душой это делать и тогда почувствуем внутренний пример силу равновесие и получим право влиять на окружающий мир каждый человек должен влиять на проживающий мир благотворно каждому подавать определенный пример жизнь я хотя бы своих детей и стиль когда он соприкасается и когда у нас больше сотрудничество заботы меньше критики очень хорошо и глубоко успеем и восстанавливаться и дальше вы расстроены вечером утром всегда хорошо что вы отдохнули на самом деле вы чистые сердца вы любите вас любят вы спите все ваша вся ваша жизнь будет гармонизирована просто если вы любите бога любите мир любите друг друга и довольны тем что жизнь дает вам вся ваша жизнь становится счастливой хотя аскеза хорошо трудно и печальтесь все равно хорошо итак какие будут вопросы по этой идее пожалуйста да пожалуйста как дети воспитать как дети воспитать умиротворение общаетесь с ними если вы умиротворены общаясь с ребенком тоже умиротворяйте как вам перед народе ребятка маленького при этом весьма и он успокаивает это любой мази если видит что вы его понимаете что вы его чувствуете вы любите защищает это для всех возрастов человеку каждому нужно понимая забота любовь каждому маленькому большому старому неважно какому человеку и тогда он умиротворяет вы так же поступаете и с вами также будут поступать когда вы составите ваши дети принесут вам мир и покой и заботу можно вопрос если женщина более аскетично чем ее муж то если какая-то опасность если женщина более аскетично чем уж есть опасность и она возгордится этой аскезой в этом есть опасность если она почувствует себя выше мужа высокомерие аскетично да она может ожесточить сердце и выработать высокомерие гордость аскетично превосходственно другими людьми я вегетарианец я не пью не курю и вы становитесь заносчивым к людям которые вот и такие как вы принижаете поэтому аскеза рекомендовано вместе со служением вы должны служить пользу приносить людям тогда вы не будете как будете сострадать здравствуйте любые ограничения дам этой нас кин добровольный сейчас такая проблема вот у меня ребенок 18 лет сын играет в доту сутками на полет дота 2 но ты игра такая компьютерная сейчас вот клубы создаются и мне столько не так больно в душе потому что их провоцируют на какие-то деньги говорят там выиграют командой заработают какие-то деньги между новыми соревнованиями я не знаю что с этим делать сына 18 по этой игре какие-то соревнования строили да компьютерные вы не хотите чтобы она играла в эту игру да плохая игра ну мне кажется зрение портится у ребенка стигматизм слишком много сидится компьютер почти по 10 часов в день я был в одном городе сейчас в сибири там я слышал разные сейчас предложение как и заниматься детьми современными что сейчас пытаются делать некоторые родители собираясь вместе например некоторые хотят сделать химическую лабораторию для детей чтобы оторвать от компьютеров другие строят вот есть же такие стены искусственные скалы вот такие вещи для детей они там лазут и заводят на компьютере то есть нужно что-то нам сделать вместе для наших детей чтобы оторвать их от этого занятия это те игры виртуальной реальности они бесцельно прожигают свою жизнь им нужна реальная жизнь реальная борьба реальное преодоление себя нужны в реальность вдалкивать реально позанимаются плаванием позанимаются не знаю химическими опытами там вот интеллект работает но виртуальная реальность это гибель до разума виртуальная реальность лишает человека всякой ответственности все что вы сделаете виртуальной реальностью за этой ответственности не несете это может убить кого-то и не сегодня никакой ответственности для вас все игроку развлечения вас сразу страдает конечно но поймите никто за нас проблему ты не решит никто и мы должны родители что-то делать вместе я щас не могу просто пасказнуть волшебное и создать что-то вы должны вместе что-то сделать как раз об этом говорили все лекцию чтобы вместе что-то можно сделать если мы пробудимся если мы перед преодолеть барьеры недоверие если мы станем искренними как раз пришло время что-то получать что-то меня потому что поколение может погибнуть интеллект их погибнет это компьютерная техника это кстати говоря это небезопасное занятие есть такие интересные программы меня сказали недавно для маленьких детей ребенок входит в программу а там ему говорят в программу ты станешь феей хочешь стать феей вот только не говори маме и папе как это нужно сделать должна встать в час ночи включить все комфорте газа и лечь спать и наутро станешь феей главные гримами и папе уже были те случаи это в компьютерной программе скоро появятся такие вирусы что не захотите вообще компьютер я вас уверяю в этом дело скоро придет во всех этих вещах которые мы изобретаем есть это как это ли злоупотребление вот эту грань трудно понять человеку особенно молодому к детству употребляют его разумом где порабощает его разу раньше алкоголем порабощали наркотики провожать сейчас компьютером порабощает если вы хотите стать свободу вы должны стать хозяином своей жизни они рабом компьютера без компьютер обойтись нельзя отличная часть реализации но не 5 часов в день заниматься здравствуйте а тут многое говорилось о умиротворении и о чистом уме а просто я хотел спросить у умиротворение есть понятие умирание ума правильно умирание ума умиротворение что ум умирает вот этот термин пояснить убране ума как понимаете ну то что допустим как я понимаю да умиротворение это убить свой ум а чтобы мысли там отсутствовали очищение как вы говорите что нужно похищать а да 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 некоторые мысли нужно вертвить некоторые мысли ну то есть если одну убьешь породится другая для этого нужно убить весь ум ну то это легче да действительно можно так решить проблему все сразу покончится всем сразу да нет нужно разделить плохие вещи хорошие ум если они под контролем здесь написано он право а с под контролем друг наша задача не убить его взять под контроль когда он болезнь и вот так же допустим как потом он ушел служил шоу от хорошей жизни также кафе служил людям в один прекрасный момент просто все бросил все бросил достиг просветления я вот в этом понятии как многие люди говорят об одном но люди достигшие просветления на опыте совсем другое я вот этим немного разгарничать это постепенный процесс сначала нужно привыкнуть к умиротвориться потом принять какую-то дисциплину аскезу для развития потом очищение постепенное потом мы совершаем какие-то благие дела подтверждаем наше очищение а потом в конце просветляется есть целый процесс ступени существует мы сегодня говорим главное что умиротворение начать с этого удовлетвориться тем что я имею потом принять какую-то аскезу ограничения хорошие то есть плохие вещи устранить ограничить себя в этом и постепенно значит должна очистить ум мантру принять поднять его на уровень духовный потом начинаем делать хорошие вещи потрясающие вместе все энергии а в конце просветляемся для того чтобы женщина проявила свою истинную как бы женскую природу и предназначение она должна служить мужу и детям в то же время должна быть как бы самодостаточной как будто соблюсти как достичь этой гармонии служить мужу и детям это обычная обязанность нашей семьи семейного человека но есть еще более высокие обязанности мы служим семье почему потому что семья узаконена богом то есть на полку мы слуги бога мы не слуги друг друга мы не будем злоупотреблять эти на слуги бога если я слуга ваш можно сказать ну хорошо и служить я не против если слуга бога и буду по-другому служить вам вы не сможете присвоить меня как слугу себе что я слуга бога что же не богу служила также и семье служу служение богу и они собственность семьи семья собственность бога семья устроена браку для человека это освященный брак поэтому нужно осознавать что если вы служите мужу и детям это делается в служении богу именно тогда вы и свободу человек гармоничный человек самодостаточный человек и вы будете всегда страдать если муж именно эксплуатирует вас что он не служит богу а просто использует вашу служение всегда страдать от этого если вы служите человеку тоже служит богу вы свободны если вы служите человек который принимает ваша служение для себя и страдает он никогда вас не отблагодарили он будет требовать больше и больше и больше здравствуйте очень глубокий вопрос задели в самом деле не только я думаю для меня для всех нас потому что если ты уже вот пришел к служению и вот именно как вы сказали что люди не могут истинно принять служение ты еще и сам истинно к нему на все сто процентов не готов это же постепенный процесс когда ты совершенствуешься в служении мужу и детям и по работе людям вот еще сам не совершением как ребенок делаешь первые шаги а тут еще и люди принимают это вот каждый исходя из своего уровня развитие это очень сложно и спотыкаешься падаешь и вообще уже служить не хочется я вот как астролог я свою натальную карту знаю это вообще цель моего воплощения от этого не легче еще сложнее становится и здесь дело не только вам я думаю каждый согласится как это делать у нас в обществе культуры нет соответствующей в общем очень глубокие вопросы сейчас мы затеяли вот может быть ответить о служении да да вот о служении нет культуры в обществе где как учиться стараешься люди не поддерживают это и вот не знаю такой очень сложный вопрос вся культура она может сформулировать его в почтении к тем кто выше меня кожа и красивый почтению почтение к тому кто выше то есть культура это почтение всего всевышнего потом после его матери отцу всем старше или кто имеет больше знаний или кто богаче кто больше будет власть или кто старше в годах но это культура почтение то есть мы ищем возможность выразить почтение и так находим старше знания все высшие ценности через почтение открываются вы не найдете ничего хорошего если нет почтения к этому хорошему это незаметно в жизни пройдет мимо просто но выражая почтение вы соприкасаетесь с этим выше то есть почтение богу превыше всего говорится и мы почитаем бога в матери в обществе в семье это бога так почитаем что это его проявление поэтому кроме того что вы служите семье или обществу вы должны служить еще и богу непосредственно здесь видите говорится это несложно по трампу шпам пхалам то я не имею бхатья править хотели что это означает очень просто если вы богу предлагаете просто цветок листом плод немного воды с любовью он принимает то есть это тоже нужно делать поймите чтобы люди видели что услуга бога вас никто из плотировать не сможет не сможете что будете наполняться сознанием бога вы будете превосходить в знании людей обычных те кто не видит аспонтантский ум они станут слабее вас у них не будет могущества власти над вами вы станете понимать мысли людей природу людей как они смогут овладеть вами как они смогут обмануть вас если вы стать разумнее их потому что в служении богу вы получаете разум высокий выше выше раз божественный раз вы ставите с тем таким как каким вы слушаете с какими общаясь и каким сам хотите стать три фактора влияют у нас поэтому служим полу чтобы стать обрести божественные качества если мы служим человеку никто не будет доволен просить из он уже доволен ты моим служением 20 лет на что такого сделать то же самое вы скажете мужу всего мало где деньги такие планы были спросите общество я сражался в такой такой войне стран коммунизм а это же в прошлом дорогой мы уже давно не коммунисты никого это не надо все это в прошлом ушло никто не оценивать время все смывает потому что вы служите не богу на эгоизму каких-то людей дальше просто страде строить это выше всего на это тоже только расширенный здесь та же самая ситуация возникает но когда вы служите богу вы получаете в ответ разум он единственный кто сможет оценить наши даже несовершенные попытки по в нашем сердце и сердце вы получаете знания и разум и все необходимые качества награждаетесь по достоинству откуда это знаю я говорю откуда это знаю а то что я делаю я это не придумал вот как написано так мы делаем я могу сказать уверенно всем вам что это так я знаю есть подтверждение не только я ноги другие следует этому получают подтверждение если будьте следовать любому писанию искренне священному вы получите тоже знали сейчас время того что мы должны знать все писания мира с вами знать принимать подтверждать они сражаться друг с другом вы с ней кто прав кто виноват кто лучше кто хуже богу а он один единственный на всех как солнце александр геннадьевич здравствуйте спасибо большое за лекцию сегодняшнего очень интересно мне был один вопрос он не беспокоил довольно долго согласно обедом считается что у человека шесть врагов есть и вот один из его враг врагов это вожделение как быть если чувство вожделения будет его это мой как злодевает вожделение обводить его это будет и ничего не можешь делать а как это описано в этой книге в одном стихе сжатым сжатым образом созерцая объекты чувств развивается привязанность к ним из привязанности возникает вожделение из вожделения неудритаренного возникает гнев раздражение гнев затмевает память и вот тогда человек падает становится безвольно все не управляется то есть вожделение все пожирающий враг этого мира враг души и она приходит на созерцание объектов чувств объект чувств для мужчины самый сильный кто женщина совершенно и как культура современно позволяет мужчина смотреть на женщин сколько хотят вот я иду в индию это в поезде в поезде там понимаете мужчины женщины хотя выйдя не всегда пытаются разделиться но в поездах так и там есть табличка предупреждающее внимание если на вас смотрит долго мужчина можете вызывать полицию мужчины все знают долго смотреть на женщину нельзя с вожделением на чужую смотреть даже за долг культура такая защищает но у нас нет таких предпринимателей почти темно надевает смотри сколько хочешь на пляж ходить вообще смотри упор а это еще полуговый все пожалуйста все перед тобой конечно как вы не почувствуете вожделение вы сначала смотрите глазами а потом глазами начнете касаться этого всего а потом вы чувствуете эмоции переживания и потом просто с ума сходите от этого вожделения и когда она не удовлетворена вы начинаете слиться раздражаться рубить своей жене или мужу и говорит что ты такой такая недостатки искать друг другу потому что чувство не удовлетворены видите вожделение возбуждает тупо напрасно зря такую культуру с люди устанавливают эта культура ссор обид раздражение разводов достаточно той женщины на нее нужно смотреть всю жизнь хватит или вы думаете где-то лучше вашего и природа женщины одинаково вот душа это другое вот познаете душу своей жены и все ничего не нужно больше никаких женщин больше не надо вообще и так же касается женщин нужно познать но уже до конца не просто рабочий бык переносить переносить деньги и секс и это познать душу тоже нужны и будете счастливы вот эта культура это для этого дается образование обучение для чего мы читаем книги для чего практикуем чтобы мы смогли обуздать это вожделение не торопитесь постепенно это возможно говорится в этой книге что трудно обуздать вожделение но возможно получив трансцендентное знание чем больше будете получить знание на душе тем больше пути обладать силой трансформировать вожделение в любовь служение то есть найдете вы как позитивный выгод этой энергии как и должно быть полезны поэтому научитесь не созерцать объекты чувств вот просто ради эксперимента дорогие мужчины еще даже не про мантры не все могут начать мантры повторять по всяким причинам но хорошо хотя бы один день если будете больше смотрите в пол просто никуда не смотрите сначала трудно почему же вы привыкли туда а там что там кто пошел там каблуки стучат а то запах духовки туда да сейчас мужчина настолько возбуждены привыкли смотреть и нужно видеть ноги и так далее постоянно где-то так вот в пол смотрите сначала будет трудно а потом почувствовать умиротворение очень хорошо просто потому что вы не созерцать объекты чувств покой приходит однажды давали лекцию в училище военной военной училищи курсанты там были ну то есть все мальчишки там вот такой же зал полный мать и мальчишки молодые сильные такие будущие офицеры знаете красота дисциплину из того то есть там есть чем гордиться с одной стороны спины и так будет собранность интересный народ лекцию давали было полное внимание и вертворить никаких шуточек никаких проблем это потрясающе как сколько серьезные красивые люди какие-то вопрос создавали чтобы не было ни одной женщины и вот студенты приходят в обниму с кем-то там жуют что-то тут они шуточки не всякие что-то в этом духе там кого кутикова что еще все предмет их общения и невозможно достучаться ничего не слышат смешали два противопожных повод для обучения ведь и ничего не вожделение враг души про знания говорится враг счастья получается что душа это счастье знание и вечность душа вожделение брак этого всего его теперь мы хотим как бы обуздать эти чувства вожделение проникает чувства и разум планирует думает и хочет непосредственно контакта это чувство скринены ума скринет и разума скринет поэтому мы не видим что это за миру еще вокруг а он устроен вожделение покрывает наши глаза как собака бегать по городу постами она же не знает как устроен город она видит офис вид светофора на понятиями что происходит она смотрит где самка и прямо перед офисом вступает в отношении или смотрит кости валяются пищи есть все что интересует хотя живет в столице тоже казалось но остается собакой то что у нее вот это собачье вожделение она не видит ничего не может интеллект не проявляется потому что вожделение у животных сильнее они такие же как и мы только тело другое вожделение больше и вот человек может скатиться дурня собаки говорится если будет вожделение как его расти он и металли будешь и столичные города где самка где деньги где выпивка все хотя живет в столице казалось бы вот вожделение такая сила которая может человека столкнуть вниз его как раз страшно про существа поэтому мальчишкам нам с вами нужно есть еще подумать нужно начать когда контролировать чувство практиковать это вожделение есть у каждого здорового человека это нормально другое дело как мы пользуемся вожделение вот в этот вопрос в этом главный вопрос как мы используем эту энергию вот это вот уже нужны наука знания образование итак читайте такие книги это нагрузка философская вы почувствуете трансформацию практикуйте матри если можете если не можете практикуйте контроль чувств какую-то йога медитацию но что можете начинаете делать что-то слышно здравствуйте у меня такой вопрос к теме сегодняшней лекции мой муж классический пример и спокойного ума скажем так у него он очень импульсивный человек очень много в нем энергии он здесь ему все надоедает он не может два часа просидеть и кого-то прослушать ему все очень быстро раскручивать он загорается какой-то идеей потом понятно очень часто заболевает простудными болезнями проблемы со сном у него он ложится спать к 11 и до 3 до 4 не может уснуть и у него какая-то маним он думает что у него что-то там болит задает анализы то есть у человека действительно такой беспокойный ум это отражается на наших отношениях вообще как я могу вам помочь или может быть проблема вообще во мне йога йога нужно он нужно учиться расслабляться чисто физически некоторые упражнения нужно ему свой сейчас он не сможет просто сном работать ум очень сильно беспокоен у него при помощи йоги постепенно научиться расслабляться хотя бы я говорю можно и мантру попробовать но он может не согласиться повторять мантру которая состоит а йога может согласиться научиться расслабляться это для каждого полезно будет для нас научиться расслабляться да я хотел спросить дело в том что меня всю жизнь приучали к тому что человек должен чего-то достигать совершать оставить след в мире и так далее и так далее и так далее то есть должен затворить и не быть спокойным и про то что мы говорили умиротворение допустим я хочу оставить после себя следы ощутимый повлиять на судьбу людей и так далее и так далее и так далее не помешает ли мне умиротворение и вообще может она мне как-то помочь или нет или она светит на нет все мои очень хороший вопрос как бы вот то что вы говорите привлекает потому что человек должен что-то сделать ценное в жизни это факт хорошее как бы было воспитание и вот тут сомнения если я умиротворюсь смогу ли я выполнить эту задачу сделать что-то многое и ценное хороший вопрос умиротворение это синоним его глубина то есть вы говорите в возбужденном состоянии много всего а когда умиротворены скажите немного но глубоко это ставит след на долго то есть глубина умиротворение означает это ваша глубина то есть не количество а качество того что вы делаете как вот есть одна луна на небе но освещает все вокруг а до миллиона звезд не освещает ничего вот такой пример то есть когда вы глубоко излагаете что-то и действуете тогда вы где-то оставляете в глубоке даже если это какой-то один эпизод вашей жизни но настоящий пойдет в историю одно произведение но настоящее половина стагинского все что написал Юс Кэролон Алиса Станични если что написал явление Христа народу Ивановой если что написал но осталось на веками эти глубоко качественно когда мы не умиротворены мы можем многое делать но не так глубоко видите и все чувства довольно активные да вот цивилизованные они же работают они же вот много чего делать создают но оставить этот след в сердцах людей вот в чем вопрос когда мы умиротворены то вы из глубины все делаете сознание талантливо при этом вы когда умиротворены можете активно действовать внешне но в вашу равновесие почему потому что у вас нет привязанности к плодам деятельности вы не привязаны к успеху и поражению вы свободны вы глубоки вы не искажаете себя и в гости 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 то есть такое я не хотел никто не хотел но это произошло также и по воле свыше не только в нас причина да у нас тоже есть причина еще судьбоносный закон дальше можете все правильно сделать знаете как пожар в лесу говорится уран в те жарких регионах когда ветер дует когда пекло на улице по боковой стволы трутся друг от друга на ветру и запламеняются никто не поджигает пожара говорить никто этого не хочет но это случается как сейчас эпидемия гриба никто этого не хочет но все равно можете заразиться грибом вот это материальная природа вы видите где вы живете мы потеряем так иначе сейчас или завтра или послезавтра или в конце жизни все оставим нам не избежать этих потерь давайте потом все понять что от нас хочет выше разум почему за это происходит за что это происходит понятно что мне есть какие-то качества мне причины из качества причинам моем близком человеке есть как есть причины прошлой моей жизни раз вы встретились так чтобы достать боль друг другу за что-то поместим друг другу то есть мы должны наполниться каким-то другим сознанием чтобы перевести это правильным образом чтобы не умереть как бы духовно не сгинуть не позволяйте себе встать на колени перед этими событиями и позволяйте себе слишком много слабости станьте сильными делайте все что возможно у вас есть дети воспитываете их давайте приходите изучайте знания молодцы все хорошо у вас с этой точки зрения можно обратить все эти плохие вещи в хорошие трансформировать это нужно для этого мы живем мы же об этом говорим что суровая жизнь и фитнеса такова что мы будем терять мы можем сами быть причина внешней причины много всего но поймите главную вещь осмыслите что это природа материального существования если даже по всем правилам ездить по дороге вас все равно кто-то может сбить если даже вы все правильно делаете вы не сможете удержаться здесь вечно в этом мире даже если вы успешный человек это невозможно карма смешанная поэтому сейчас средоточьтесь и на этой боли а на воспитании детей которые с вами всегда дайте все самое необходимое и служить богу не служите просто человеку человек обманется любого здравствуйте первую очередь хочу поблагодарить вас за приезд в наш город то что вы просвещаете всех нас расширяете сознание даете истину знание это очень все существенное для каждого из нас я считаю у меня вот два вопроса как еды совмещают материальные блага стремление человека зарабатывать стремиться к успеху инвестировать оставить после себя какие-то материальные и как бы запасить потому что каждый из нас стремится комфортной жизни вот и второй вопрос как веды относятся к родологии генограмме и есть ли в этом истина что это родология наука о роде но она еще не признана официально но в 18 лет она существует есть академия обучает его супруга обучают чему родологии законы рода последовательность причинно-следственная связь бывает что допустим синдром жертвы у людей там бабушка потеряла мужа с двух сторон и у нее синдром жертвы и как будто через поколение есть теория переходит допустим внуку возможно есть такие связи конечно существует и насчет материальная и вот еды как они совмещают есть предопределение другими словами и мы можем проследить этот механизм предопределения что будет в будущем если там бабушка что-то сделали дедушка что-то сделал как этот род дальше будет развиваться это предопределённые события но наша задача с вами кроме этого еще изучить нашу свободу выбора чтобы не просто жить по предопределению и когда мы с вами работаем для поддержания материального тела мы должны преследовать цель здоровья здоровья здоровый образ жизни и мысли чтобы у вас было чистое жилье здорово чистая одежда здорово чистая пища это цель нашей мирской деятельности так сказать материальной деятельности поддерживать и обеспечивать тело в здоровом чистом состоянии и ум тоже поэтому хорошо как видите честное и тогда мы сможем дальше работать с вами на этой базе здоровья можем постигать истину с этой целью человек работает чтобы постичь истину для этого он трудится для этого принимает какие-то правила честности ответственности долга потому что без этих правил он не сможет понять Бога и себя дальше быть недостаточно просто зарабатывать деньги конечно же да мы должны просто для здоровья это делать всеобщего а когда есть здоровье у нас другие интересы могут появиться еще более возвышенные как влияет сфернословие и грубая речь на людей по-разному смотря в какую сторону вы это делаете если вы произносите слова произносите кому быть если вы произносите слова святой личности подобного рода вы добавляете себе несколько воплощений материальной жизни не лучших воплощений если вы оскорбляете женщину таким образом вы сокращаете срок жизни это серьезная вещь звук это серьезная вещь звук может быть проклятие может быть благословение это не шутка проклятие женщин до сих пор работает веками многие проклятие ослаблены за это время не работают почти а проклятие женщины до сих пор имеет силу и проклятие родителей тоже поэтому будьте осторожны со словами по отношению к родителям к женщинам и людям которые нас превосходят духовно в остальном это тоже плохо но не так опасно ну сорвалось ладно вот я остановился в каком-то доме там где-то на Евгерсии когда-то это частный сектор несколько дней там находился а там дети местные ну деревня такая знаете футбол играют под окнами прям слышно все и матеряться боже мой там двухэтажный трехэтажный да вообще мастера меня это из себя выводило конечно знаете я ну как чистить слова чистая речь там я практикую тут вот я буду деть а потом я подумал они дети они же не понимают чего что говорят и успокоился это же неосознанно что это говорят то есть это еще неосознанно неосознанно но это просто дурная привычка так сказать но вот когда вы это осмысленно говорите вот тут берегите я уже сказал будьте осторожны избирательны вы же сами чувствуете что в каком-то месте нельзя так говорить это опасно это жизненная опасность как вы словите знаете что предшествует смерти написано в Куранах зла и речи речь в ком-то уничтожить вы сначала что-то плохое скажете или услышите речь зла и речь звук стимулирует эти вещи поэтому избегайте даже в шутку говорить плохие слова нецензурные или вот они же еще сопровождаются каким-то ненавистью там или цинизмом очень плохо отпечаток остается в уме того кто слышит того кто говорит давайте освобождаться от этих дрянь от грязи нужно очищаться да здравствуйте здравствуйте у меня вопрос ну для начала хочу сказать микрофон погромче так слышно да громче большое спасибо вам за лекцию как всегда очень интересно актуально много хороших полезных знаний у меня вопрос вот был девушка задавала как умиротворить беспокойный ум а у меня вопрос наоборот как умиротворенный или спокойный может быть ум как его подвинуть на совершенствование на развитие допустим в моей семье есть спокойный ум да ну то есть что делать за спокойный ум допустим в моей семье есть человек который наоборот очень спокойный и не всегда обладает каким-то знаниями и хочет их совершенствовать ну очень спокойно ко всему там не только к материальному но и к духовному тоже то есть ну мне нужно понять что за какого рода спокойствие вы говорите это тупое спокойствие или глубокое спокойствие как вы чувствуете скажите ну оттупление некто это спокойствие вы чувствуете или именно глубокое счастье чувствуете ну какая-то безразличность то есть а вот это тупое спокойствие значит притупленное спокойствие как анестезия некоторая не падает страсти значит энергии страсти что-то добиться улучшить это может быть некое безволие отсутствие внутренней силы воли это не то спокойствие это умиротворение это счастье здесь смотря тебе на безразличие то это немножко другое волны и спокойствие спокойствие в треугольных материальной природы спокойствие в невежести спокойствие страсти и спокойствие добродетелей умиротворили на спокойствие добродетели устрасте умиротворения зависит от того что вы имеете если получаете какие-то плоды деятельности вいます опорим защищены деньгами домом эта страсть а в невежестве это это притупленность при выпили спиртного и притворены это втамос притупление так безразличия может быть какой-то или безволия некоторые и нужно быть активным но у тоже будет умиротворен вот это сочетание очень хорош активно действуете а он спокоен вот океан штормит а с берегов не выходит вот такой пример последний вопрос здравствуйте спасибо большое вам александр геннадьевич я на вашей лекции в первый раз и теперь буду всегда отслеживать ваши приезды и с удовольствием ходить на такие настоящие беседы о настоящем вот у меня возникло два вопроса первый вопрос связан со звуком вот как себя защитить когда к примеру в столовой для учителей в высшем учебном заведении стоит телевизор и по нему всегда показывают только негативные новости что вот а ты принимаешь пищу и вот с пищей это все вместе как-то входит в тело и потом сам даже не уже не осознаешь как ты ведешь себя как не спокойно ешьте освещенную пищу есть освещенную пищу научитесь делать освещенную пищу не ешьте столовой это мой совет вам там еще эти новости вообще туда не ходить в столовой а если допустим в какой-то другой обстановке в гостях и все говорят только о том что упал самолет там умерло столько то людей погибло или еще что вот там избил то вот это вода а ты сидишь и не знаешь как себя вести либо поперек идти и говорить что не нужно об этом говорить но тебя никто не слышит либо закрываешь кубок но стараешься что в тебя ничто не входит либо просто встать и уйти вот даже не знаешь как себя вести в таком моменте да мы иногда не знаем как перевести на позитивное нашу жизнь тогда лучше да меньше общаться в этом окружении не то чтобы совсем бросаете друзей да игнорируете но меньше отрегулировать так чтобы вы не беспокоились слишком то есть практикуйте сейчас духовную практику это придется не привилеги ограничить негативно нужно ограничить сейчас потому что сейчас Voice еще не справится с негативным самостоятельно с таким количеством негативной информации нужно сейчас пока ограничить обо общении а позже можете переварить много негативного и все равно вдохновение девице то есть позитивность перевести на позитивный русло когда вас были на больше знаний духовной силой сейчас пока вас нужно за на грани дет этого защитить в столовой не рекомендую градирас там такая атмосфера пищи берите с собой извещенную не в гости ходите не так часто если приходите тоже что-то скажите позитивно не так долго если вы чувствуете что там уже были напиваются начинаются к ерунда просто потом извиняйтесь я когда уходить избегать эти вещи сейчас нужно защитить вашу вашу стакана росток духовной жизни он еще не силен достаточно значит я на правильном пути я уволилась с того места это приветствую не обязательно увольняться работу теряется нет но я конечно просто я выбрала для себя иной путь я хочу заниматься настоящим делом которое будет приносить пользу они просто сидеть четырех стенах получать зарплату непонятно за что я покажу создавить я работаю уже 30 лет только стал и второй вопрос у меня возник предыдущий вопрос не предыдущий вопрос о родологии то есть это наука на стыке психологии и генетики это когда люди начинают изучать истории своих предков и обнаруживают там проблемные моменты и потом не то что проблемные моменты а сходство с жизнью умершими уже предков и вот такой вопрос не опасно ли заниматься изучением уже умерших людей они уже покоятся с миром а мы не мы а в смысле вот те кто занимается тревожимых и потом появляется страх душе что это обязательно произойдет с тобой и потом не бойтесь не бойтесь этого если вы взращиваете себе духовное знание то ваш уровень он будет отличаться от уровня ваших предков от всех тех событий которые уже произошли вашу роду то есть два самолета сталкивается только на одной высоте если вы на разных высотах вы не сталкиваетесь вы безопасны поэтому не беспокойтесь у вас другая высота то есть допустим если человек ушел из жизни пропал без вести и вот можно искать остался ли жив человек может какие-то родственники остались место захоронения вот нужно ли или или оставить уже это это индивидуальный вопрос как чувствуете как вы чувствуете это если так слушайте свое сердце можно последний вопрос просто уже у меня было несколько один раз случилось такое что я не могла есть мясо вот не могу и все мне жалко и спустя где-то через неделю я себя заставил потому что родители супруг но все говорят что как без мяса ну казахи без мяса это как-то вообще и в общем сейчас у меня наступил еще один такой момент я вот где-то почти недельное тоже не могу есть мясо и вот как продолжить этот уже я тоже мясо я продолжаю эти 30 лет 32 года продолжать все впереди у вас вижу проблем кто-то тут из казахов кто не есть мясо о сколько у вас союзников за на как легко эти когда мы общаться вот все будет легче столько поддержки сразу вы наверно пути я придется спасибо большое спасибо вам за все что вы делаете спасибо